Здравствуйте! В эфире Рязанской телекомпании «Город. Программа 7 минут». Сегодня у нас в гостях Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской библиотеки имени Горького. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Наталья Николаевна, 27 мая все библиотекари нашей страны отмечали День библиотек. Расскажите, пожалуйста, какие интересные мероприятия проходили на площадке Горьковки? Да, вы правы. Общероссийский День библиотек в этом году мы отмечали 20-й раз. Это был юбилейный праздник. Библиотекари привыкли отмечать свои праздники работая, Поэтому для наших дорогих и любимых читателей в библиотеке было предложено масса интересных мероприятий, проектов, рассчитанных как на наших самых юных читателей и их родителей, так и на зрелых исследователей и ученых. Работали интересные выставки. Мы предлагали к видеопросмотру ресурсы президентской библиотеки. Мы предлагали и знакомили с новым информационным ресурсом Национальной электронной библиотекой. Предлагали записаться, получить доступ к электронным ресурсам, дающим возможность с домашних компьютеров или других носителей читать художественную литературу, совершенно бесплатно получив регистрацию, логин и пароль в библиотеке имени Горького. Работали выставки, в частности, замечательная и совершенно уникальная выставка, изданная в годы Великой Отечественной войны. В этот день мы провели большую научно-практическую конференцию для своих коллег. Мы анализировали опыт, накопленный в библиотеках, по проблемам патриотической работы, «Патриотическое воспитание средствами библиотек». Такова была тема этой конференции. Праздник получился. На Горьковской площадке всегда проходит много интересных мероприятий, много акций, это и еженедельные какие-то события, и даже ежегодная ночь в библиотеке очень интересная. Расскажите подробнее о том, что проходит и что планируется провести еще. Да, нам приятно, что телекомпания «Город» следит за событиями в библиотеке. Действительно, нельзя не заметить нашу ночь в библиотеке по сказкам Пушкина, на которой было около двух тысяч взрослых детей. На протяжении нескольких часов сказки царствовали на всех площадках библиотеки. Мы и дальше будем это продолжать. Такая же ночь искусств у нас будет, правда, это будет в ноябре, но мы уже к ней готовимся. А совершенно в ближайшие дни, вот в предстоящие субботу и воскресенье, на площадке в библиотеке вместе с нашими партнерами будет проведен, открыт новый проект по комиксам. Это рисованные истории, которые расскажут те, кто любит читать эти комиксы. Придет много молодежи, неформальной молодежи. Это будет интересно для желающих погрузиться в эту проблематику и обратиться к этой истории. Поэтому мы приглашаем в субботу и воскресенье 30-31 мая на площадке в библиотеке нашу замечательную молодежь. Впереди 6 июня, Пушкинский день поэзии, день русского языка. Мы проводили не так давно тотальный диктант, и библиотека была единственной в городе площадкой, где мы диктовали этот диктант. И мне, в частности, выпала эта миссия, я с удовольствием это делала. Так вот, мы поняли, как нуждаются сегодняшние наши рязанцы в том, чтобы обратиться к красивому, настоящему русскому слову. И была масса предложений. Поэтому будут чтецкие конкурсы. Мы будем читать Пушкина. И приглашаем всех желающих прийти в библиотеку и почитать любимого Александра Сергеевича Пушкина. У нас будет литературный квартал. Это уличная акция по продвижению книги и чтения. Наши сотрудники поедут в загородные детские лагеря для того, чтобы рассказать о книгах нашей молодежи и детям, которые отдыхают в этих лагерях. То есть впереди много очень интересных событий. И самое главное, я приглашаю рязанцев прийти и записаться в библиотеку для того, чтобы получить доступ к тем ресурсам, которые сегодня у нас есть, к которым вы можете обращаться, находясь дома, или на отдыхе, на даче, для того, чтобы с мобильных устройств читать свободно, легально, хорошую, качественную, современную литературу. Наталья Николаевна, вы сейчас говорите и об электронных всевозможных книгах. Если взять хотя бы последние пять лет, меньше любителей и ценителей даже, скажем, печатной литературы не стало? Вы знаете, цифры, они подвижны и меняются. Мы отмечаем в целом сохраняющийся рост к печатному слову. Количество выданной из фондов библиотеки литературы превышает миллион триста тысяч экземпляров. Это книги, издания, журналы, которые мы выдаем читателям как в залах библиотеки, так и домой. Сегодня совершенно справедливо обсуждается вопрос, будет ли жива книга, к которой мы привыкли, или все заменят гаджеты, где мы будем ее, эту самую книгу, читать. Точки зрения разные, кардинально иногда отличаются друг от друга. Но в ближайшее время, вот я лично не представляю, что исчезнет книга, и люди перестанут приходить в библиотеку. Но вот я не могу себе представить, что издательства перестанут издавать книги, что писатели перестанут их писать для того, чтобы быть представленными в печатном виде. Да, процесс увеличения электронной книги будет увеличиваться. Вот создаваемый сегодня ресурс национальной электронной библиотеки, который в полную мощь заработает с 1 июля, тому подтверждение. Да, книга становится дорогой. Количество библиотек велико. И представить себе, какой объем средств нужно, чтобы все библиотеки обеспечить качественной литературой, ну вот представим, что у нас столько средств есть, это сложно, потому что это очень большие деньги. Поэтому нарастание электронной продукции для чтения, легальной, хорошо подготовленной для электронного воспроизведения, будет увеличиваться. Но книга как институт интеллектуальной памяти человечества останется, и значит, останется библиотека. И не только потому, что там будет печатная книга, потому что с электронной литературой тоже нужно работать. И тем не менее сейчас, наверное, стоит уже поднимать вопрос о некой работе по популяризации печатной литературы. Да, вы правы, и мы, собственно, это и делаем. И то, о чем я рассказала, и то, о чем еще не рассказала, но вот могу в контексте вашего этого вопроса сказать. Например, мы при поддержке правительства Рязанской области, наших министерств культуры, министерства по делам печати, массовых коммуникаций и ряда других министерств, проводим фестиваль «Региональная книга». Так назывался наш фестиваль на протяжении последних лет. В этом году он выйдет у нас с обновленным названием «Читающий мир». Нас поддерживает Министерство по делам территориальных образований и общественных объединений. Мы получили грантовую поддержку на этот конкурс, поэтому мы проведем книжный фестиваль. Будет около 60 мероприятий в течение четырех дней. Пройдут и конференции, встречи с журналистами, с авторами, с издателями, с писателями. Мы обсудим проблемы чтения. Сегодня библиотеки, образовательные учреждения накопили большой материал и много форм работы по продвижению чтения. Вот, например, у нас в библиотеке реализуется этот проект с книгой по жизни. Для молодежи в стенах библиотеки, при полных залах, где было от 100 до 170-80 человек, известные люди, политики, общественные деятели, государственные служащие читали известные и любимые произведения. У нас в гостях был и Сергей Владимирович Филимонов, и Елена Ивановна Буняшина, был командующий нашим десантным училищем генерал Концевой и так далее. Мы хотим сделать чтение модным, популярным. И мы видим, на самом деле, при общей тенденции определенного снижения интереса к чтению, мы видим, как много молодежи читает книги, какие интересные проблемы их волнуют, какие интересные темы они поднимают в ходе обсуждения тех или иных книг. Ну, наша нация поистине считается самой читающей. Будем надеяться, что так и будет. И будет, да. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Наталья Николаевна Гришина была у нас сегодня в студии, директор Горьковской библиотеки. Ну, это была программа «Семь минут». Редактор субтитров А.Семкин